итак начнем открываем контейнс наверху файл создать проект параметры проекта нажимаем выбираем которые вам нужно но в данный момент можно выбрать горизонтальная если вам надо горизонтальная квадратно пишите параметры квадратно смотря где вы его будете использовать можно нажать вот так получится настройка своя вот тут пишем 1080 на 1080 применить смотреть что получится с экраном то есть у нас полоску квадратное видео мы ставим с вами горизонтально применить будем создавать короткое слайд шоу текстом с кусочком видео наверное с двух словах как говорится саму главным папочку я заранее скажу вам правда подготовил фотографии подготовил поэтому загружать вас уже объясняли как я загружаю чтобы сразу на дорожку поэтому выделяю левой мышкой одно потом нажимаю контур а сочетание и передягиваем перетянул теперь смотрите что у меня получается то есть у меня в мой размер не влазит поэтому я навожу на крайний угол и вытягиваю как мне удобно вверх точно также если вот в данном проектах у меня ничего не срезается как вы видите если вдруг что-то срезается то можно опускать опять вот так вниз вверх но у меня как вы видите все хорошо теперь если вдруг там бывает что там что-то срезать что-то не срезать можно поставить поставить подложку то есть опять берем эту фоточку мы ставим как она была я вам сразу скажу кнопочка отмена у вас есть для этого то есть каждый шаг можно и отменять ну вот видите опять отменить и она у нас возвращается как у нас и было что еще можно еще можно применить подложечку что такое подложка это какой-то фон любой рисунок или фон вы ставите его в нижний ряд под фотографию подгонять его под проект и у вас вот получается подложка что дает нам подложка подложка нам дает это когда мы хотим 2 3 4 фоточки поставить а не хоть тем что ли чтобы был черный фон вот поэтому подложку подбираем как удобно и вот так она вот нас спасает это так вот примерно я вам объясню вот например вот так вот для этого нужно подложка нам она пока не нужна своя подложка поэтому я все возвращаю на свои места подложки я убираю теперь мне надо распределить обычно заранее на сейчас я не распределил заранее фотографии поэтому будем в режиме проекта это у меня будет первое вот это меня устраивает как 2 вытягиваем подгоняя у меня просто ничего не срезает ведь я могу поднять выше ниже мне то что надо мне то остается меня опять же напомню кому надо по одной дня не охота просто нажимая контур удерживая и все фотографии выделяем левой кнопкой для чего для того чтобы вы смогли вместе вытягивая одну вытянутся все остальные подгоните под размер вот чуть-чуть видите у меня не нравится я опускаю вниз все я подогнал под размер выделение снимаю теперь смотрю это меня тоже на место устраивает я подгоняю вот это тоже меня устраивает вот это можно посмотреть вот так чтобы все таки местами они меня устраивает смотрите пока движок все вернулось вот беседушка тоже выделяем подбивая местами смотрим чтобы они плотно и соприкасались чтобы не было промежуточку вот эти две фоточки я хотел сюда местами и эти подбиваем все это у нас примерно готово смотрим что получилось 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 вот такой просто фоточки идут и все теперь ставим переход что нам дают перехода то есть переход это фото будет покрасивее хотите вот поставим ну например 2 влево и вправо на ролике достаточно двух трех переходов чтобы глаза не бегали я вам советую ставить через один то есть выделили например их лево сюда раз следующий раз зажав мышку мы их наносим на последний ролик я не советую ставить чтобы черные полосы не были ну давайте поставим теперь начинаем через один другой переход также зажимаем мышкой наносим теперь смотрим что получилось у нас тут между переходами смотрим ошибочки видите вот нашли сразу ошибочку меня фото почему-то на черной полосе я задеваем смотрим вот это тот вариант когда нежелательно ставить переход на первую фотографию если нет подложки если была подложка было бы смотрите что вот подложка ставим подвигаем ее к первой фотографии и к началу выделяем подложку растягиваем подложку и начинаем то есть у нас была бы подложка было бы хорошо если подложки нету то получается вначале темная полоса не всегда это и не всем приятно поэтому я всегда на первую фотографии не ставлю и на последний переход теперь посмотрим что будет видеть да просто рисунок но он не темный никакой а второй у нас уже пошло с вами хорошо одна ушла вторая ушла одна ушла вторая ушла вот у каждого видео должно быть название название можно ставить двумя варианты можно ставить просто по тексту например прогулка прогулка приморский пар приморский пар приморский пар исправляем что надо всегда в том что без ошибок к сожалению мне кажется не получается вот выделяем шрифт который хотите вот находить выделяю шрифт шрифт если мне нравится чтобы не загружать то мне нравится или тахома или тайм новая рама вот тахомочку можно поставить вот но это опять же на любителя опять же выделяем размер шрифта потому что главная страница мне кажется надо ее шрифт вот выделяем и пишем например что 199 но это к слову что получается вот видите это ничего страшного это не ошибочка мышечкой зажимаем выдерживаем подгоняем как нам надо что можно сотворить со шрифтом нажимаем на шрифт вверху на видеокадр опускаемся вниз вот это непрозрачность как вы понимаете она с вами пока не нужна масштаб масштаб мы с вами разобрались угол тени но сейчас не особо видно поэтому не прозрачность то смещение я советую составлять 10 8 7 ну как вот и размытие что получается получается вот видите немножко немножко тени немножко шрифт уже читаем и это один вариант нашли конечно тоже давайте наложим переход какой-нибудь мы не будем тут заморачиваться можно от растворения посмотреть что нам даст еще получится нажимаем не очень поэтому зажимаем удаляем что не уйдет врага градиентное вытеснение накладываем что получается так обычно неплохо теперь второй вариант наложение шрифта жмем примечание жмем вот такой вот шрифт для чего для того чтобы вдруг что-то мы наложим а нам что-то будет не видно фон поэтому накладывать такой шрифт сейчас скажите белая некрасивая непрозрачность вот дает нам непрозрачность то есть мы можем вообще чуть-чуть оставить видите и будет отражение и все и самое просто удобнее будет писать шрифт шрифт я заранее подготовил поэтому просто копируем выделяю что надо и вставляю контр в все тут с цветом шрифт играйте сами хотите вот давайте попробуем под цвета неба поставить вот размер шрифта тоже увеличиваем шрифт жирный полужирный как приятно так и делаем вот это получается цвет шрифта также вы сами выделяете какой вам надо черный видите тоже не очень красиво я просто всегда пытаюсь чтобы было все под цвет поэтому я выбираю такой чтобы на вторую фотографию наложить шрифт мы просто его выделяем и копируем и вставляем другую все можно чтобы было проще потому что шрифта мало выделяем на две фотографии кладем шрифт а тут еще что-нибудь тут пограняем выделяем опять шрифт вставляем что мы хотели бы вставку расшает величественные вот то же самое выделяем контр в что можно по другому по другому можно опять же выделили перешли сюда фон цвет фона например вот видите вот цвет у нас появился вот так то есть уже на мой взгляд уже лучше с этим надо играть с этим надо экспериментировать вставляет делаем вставочку мы с вами на пол экрана например опять же ставим не квадратность если нужно ставим цвет шрифта вот такой шрифт примерно не шрифт извините а фон вот и сюда же мы с вами ставим вот это тот шрифт посмотрим мы же просто учимся поэтому просто посмотрим контур в шрифт мы с вами меняем на беленький то есть выделяем его и ставим белый шрифт опять же идем по размеру шрифта вот в принципе получается неплохо не забываем чтобы размер рисунка соответствовал вот идем дальше какая вот ошибка ошибка у нас тут одна это шрифт везде у нас тахома значит и тут должен шрифт оставаться тахома везде жирный значит и тут жирный но это опять же на любителя вот вот дальше то же самое вот видите что у нас случилось а случилось у нас что у нас шрифт не соответствует фотографии вот поэтому мы его должны подравнять теперь пробуем что получается более-менее идет 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 и все переходит почти одновременно вот останавливаемся на этом чуть уменьшаем дорожку чтобы не потеряться и вот где у нас шрифт маленький был там нажимаем копируем и переносим туда куда нам нужно вот например нам нужно сюда вот маркер убираем ну вот то есть вот тут у нас что начинается ничего тут у нас начинается вот но в афонске это значит переходим к шрифту вот мы будем пытаться вот теперь опять переходим на выноску пытаемся с выноской что-нибудь вот подобрать вот эти более-менее хорошо выравниваем мы с вами у нас видите что получилось отключаем дорожку смотрим вот вот то есть этот шрифт оказался не наш мы его два раза нечаянно дублировали а это допускаем выделяем смотрим опять чтобы у нас все было хорошо по размеру и пробуем что получилось вот новоафонский водопад дальше у нас уже вторая опять жмем копировать вставляем выноску подгоняем выноску убеждаемся что это не новоафонский водопад это храм синон канонита выделяем вставляем у нас получается выноск это бывает сажение может потому что мы не выделили саму дорожку еще раз пытаемся все получилось если нужно шрифт чуть-чуть прибавляем чуть-чуть шрифт вот если нужно опять же поиграться по фону опять же переходим сюда играем по фону хотите вот так попробуем видите но мне не нравится поэтому опять будем подбирать вот как мне вот что у нас получается дальше переходим у нас еще с вами есть парк вот мне он не нужен поэтому я нажимаю просто ее вырезаем извините время поджимает поэтому я вот эти два ролика тоже видео вырезаю все остается так вот о чем я говорил что бывает без подложки то есть если последний лучше убрать все будет хорошо все теперь накладываем музыку музыка у меня тоже в папке я ее левую кнопочку удерживаю переношу если начало надо вот видите у меня вот начало не сначала начинается поэтому я его сразу подвожу сюда клавиши с обрезаем и вырезаем опускаю вниз и веду его на мой ролик чтобы удобно было видеть видно вот так сохраняя опять увеличиваем нахожу где закан чуть ролик с вырезаю конец увеличив чтобы было всем удобно понятно и вот тут где последняя фотография ставлю точечки на на музыке одну просто вторую конце чтобы было плавное затухание все вот громко сейчас беру чтобы было плавно затухать самое главное что я всегда забываю это надо желательно каждые пять минут чтобы было не было мутить я больно файл сохранить как то есть сохраняем проект как вы его назовете я его назову новый афон проект все сохраняю сохраняю и те папы это вы сами все выбираете если я да вот мне пишут сохранить если я что-то там изменил еще поменял добавил я опять нажимаю сохранить и он у меня сохраняется что он нам это дает мы закрываем этот проект мы открываем этот проект заново вот мы его нашли проект новый афон открываем он у нас сохранен то есть мы можем менять изменять добавлять все теперь что касается текстов смотрим заново ролик музыку я отключаю чтобы громко не было вот этим глазиком и смотрим то есть начало у нас с вами хорошее текст появляется хороший а второй этот текст у нас не появляется с вами не появляется а надо что-то делать и мы находим опять переходы можно можно конечно чтобы он скакал но мне это просто не нравится вот еще вот эти вот ну в принципе переходы мы изучили можно вот это посмотреть давайте посмотрим вот добавим выноску добавлено поведение включаем получается вот прошло и получается может быть тоже кому-то понравится если что-то убрать вот открываем и удаляем смотрим удалилось вот поэтому я всегда советую переходы опять же обращаю внимание вот у нас тут переход давайте посмотрим что даст нам двиг вправо то есть приморский парк прошел вот обычно неприношеденно можно и так тут же опять можно двиг влево поставить чтобы он уходит а новый заход вот тут тоже можно что-то аниматск и добавить рулон давайте попробуем то есть мы прошли основами десяточка проходит вот рулончик раз подвернулся если что-то напоминаю вот кнопочка отмена отмена она всегда работает все обоюдности мы с вами разобрали хотите чтобы дорожки были все заполнены можно вот так увеличить продлить тут тоже самое если что-то надо вот отсюда добавим еще многие тут спрашивали про видео видео также можно добавлять давайте переходим в конец уменьшим размер и сюда вот например добавим лебедяне видео переходим что получается у нас размер не тот поэтому видео так я не уверен в звуке поэтому я отделяю аудио от видео удаляю удаляю файл аудио он мне не нужен открываю музыку и подгоняю вырезаю то есть музыку накладываю заново вырезаю с 0 0 0 0 0 0 0 0 на последнюю точку подгоняем конец и опускаем опять все вот вывод видео или рендер вам уже наверное объясняли все равно в данный момент мы выбираем 1080 далее название находим папочку пишем готово все он у нас сохраняется если нам надо с вами какой-то проект у нас то мы оставляем настраиваем проект и он у нас будет с вами сохраняться и видео файл и проект и все остальное то есть не только одно видео вы всегда сможете открыть проект все всего наилучшего и все и все и все и и все